Трудно понять, как скверно фараона способна поглощать всю работу, которую они производили, до такой степени, что они не чувствовали, что когда-то служили Творцу, что была у них цель достичь совершенства, и что они знали, чего хотят. Внезапно они приходили к такому состоянию, в котором забывали всё, и у них не оставалось никаких следов от этой работы. Как действительно, мы иногда переходим из одного состояния в другое, ничего не помним, всё стирается. Да? И всё это было задумано изначально. Творец приготовил для этого скверну. Эгоистические желания, чтобы каждый раз они оказывались в начале пути. А, как известно, всякое начало тяжело. В результате они были вынуждены просить Творца о помощи. Как сказано, кто пришёл очиститься, тому помогают. И как говорит Зор, каждый раз они получали чистую душу, силу свыше. Иными словами, раз за разом они получали добавки души. А они собираются затем в большое количество. То есть, что всякий раз мы стремимся к объединению и падаем из него. И снова какое-то продвижение, снова падаем из него. Но все эти вещи, хотя мы начинаем строить что-то, это поглощается песком, как эти прекрасные города, Питом и Рамсес, которые нам не удаётся построить. Но потом они встают из песка. И мы видим, что мы на самом деле строили, построили, их сделали, но мы не могли увидеть нашу постройку. Это для того, чтобы мы продолжали действительно всякий раз в новых духовных свойствах с нуля. И так ещё кубик, ещё кубик, так мы строим. Вопросы? Или нет? Прекрасно. Ладно. Дальше. 92. Пишет Рабаш. Каждая подсветка, которую мы получаем свыше, хотя исчезает пока что, но в итоге, когда человек набирает сумму усилий, возложенных на него, согласно принципу «всё, что в твоих силах сделать, делай», тогда он единовременно получает всё, что получал раз за разом. Человек думал, что всё уходит к скверне, но в итоге всё получает назад. Да. То есть тут мы видим, что клепот, как раз нет клепот, а те вещи, которые мы не способны сделать нашим размом и нашей силой, потому что мы маленькие, они собираются в природе и сохраняются там, и потом мы получаем результат от них и можем этим пользоваться. Ну, и последний, 93. 93. Пишет Рабаш. Объяснили мудрецы. Питом и Рамсес. Рав и Шмуэль. Один сказал имя его «Питом», а Рамсес зовётся потому, что его голова раскалывается первой. Раша объясняет, когда отстраивали немного, город раскалывался и рушился, и снова строили, и он падал. А другой сказал, имя его «Рамсес», а «Питомом» зовётся, потому что в первую очередь его поглотили уста бездны. Как мы видим, разногласия между Равом и Шмуэлем относятся не к действительности, а к трактовке. Действительность же была такова. Всё, что они строили, рушилось. Это значит, чтобы они не строили для себя любое построение в духовной работе. Приходили египтяне, то есть чуждые мысли египтян, и разрушали всю их работу. Иными словами, все их старания, когда они изо всех сил пытались на преодолении выполнять духовную работу, всё уходило в землю. Каждый день они должны были начинать заново. Прочитаем ещё раз. 93, пишет Рабаш. Объяснили мудрецы «Питом и Рамсес». Рав и Шмуэль. Один сказал имя его «Питом», а «Рамсесом» зовётся потому, что его голова раскалывается, Митросес, первой. Роша объяснил, когда отстраивали немного, город раскалывался и рушился. И снова строили, и он падал. А другой сказал имя его «Рамсес». А «Питомом» зовётся потому, что его в первую очередь поглотили уста бездны, Итэгом. Как мы видим, разногласия между Равом и Шмуэлем относятся не к действительности, а к трактовке. Действительность же там была такова. Всё, что они строили, рушилось. Это значит, что бы они ни строили для себя любое построение в духовной работе, приходили египтяне, то есть чуждые мысли египтян, и разрушали всю их работу. Иными словами, все их старания, когда они изо всех сил пытались на преодолении выполнять духовную работу, всё уходило в землю. Каждый день они должны были начинать заново. Кабью-три. Бонжур, Рав. Бонжур. Мы не чувствуем, что мы находимся в состоянии начала. Это нормально? Если ты не чувствуешь, что ты находишься в пути, то, может быть, ты ещё не вступил на путь, или ты уже завершил путь. Что может быть? Весь мир, все творения должны пройти все эти состояния. и нет никого, кто мог бы этого избежать. Так если мы всё ещё не находимся в состояниях, о которых они пишут, признак того, что мы ещё просто не пришли к этому, если бы мы уже их проходили, мы бы понимали, о чём говорится. Пять и шесть. Пять и шесть. Что значит эти несчастные города для нас? Несчастные города — это все те, которые идут к исправлению души. Это означает, что они… что человек получает все мысли, чувства, которые проходят по нему. И он старается соединить их с целью, с Творцом, с товарищами, и видит, что ничего не получается. и находится в этих состояниях уже в таких приготовлениях многие годы и не видит признака удачи. И в этом работа, тяжёлая работа в Египте, в изгнании, что всё поглощается песком. И хотя он видит, что нет успеха, но он не оставляет. Он продолжает и продолжает. И иногда он сам не видит силы для этого, никакого настроения нет. И ему кажется, что его дело… он не добивается успеха, и жаль, что он начал. но, с другой стороны, он видит, чем занимается весь мир, что нечего делать, только эта работа. Так с помощью всяких таких расчётов, более духовных, менее духовных, он всё-таки продвигается. И когда он приходит к какому-то состоянию определённому, он начинает видеть, что всё, что он сделал, это вдруг возвращается к нему в понимании, в ощущении, в раскрытии. И он начинает понимать и чувствовать, что он действительно находится в изгнании из духовного. и затем, то есть сейчас, когда каждый грош складывается в большой счёт, он видит итог. И это называется, что было поглощено, клепа поглотила это, желание получения человека, который всё время думал, ну, где мне, где у меня есть, когда у меня будет, там это поглощалось и извергло наружу. То есть сейчас всё это возвращается наружу, клепа извергает всё обратно. И человек это может принять и построить на этом своё духовное здание. Возможно, продолжить. В чём именно цель того, что мы строим и потом нам это делают, что нам в конце дают всё. в чём тот момент? У нас нет келим для того, чтобы собирать, строить получающих наших келим духовные вещи. Если мы бы видели в наших получающих келим, что мы строим духовное, то это было бы не духовное, это была бы настоящая клепа. Потому что мы работали, чтобы строить. строить ради нашей материальной пользы, эгоистической. И поэтому всё поглощается. И если мы каждый раз продолжаем заново, поскольку хотим всё-таки прийти к какой-то форме отдачи, то постепенно эти вещи собираются, грошек за грошеком собирается в большой счёт, и мы получаем результат уже в правильном виде духовном. Так что происходит в конце процесса, когда вдруг мы получаем это? Как бы почему вдруг нам дают? Всё время забирают, ломают это, разрушают. Вдруг тебе дают не то, что мы это охраняем, просто в наших получающих килиб нет возможности сохранять духовные результаты. Но грошек за грошеком можно собирать, потому что эти грошики, когда они собираются до определённой суммы по количеству, по качеству особому меру, то, что называется, тогда это раскрывается. Это может уже раскрыться и сохранять себя, так, чтобы клепа это не забрало в намерении ради получения. Так этот процесс, который мы проходим, процесс, который готовит нам килим? Продолжение? Да, разумеется, разумеется, этим мы строим наши килим. Эти грошики соединяются в большой счёт. И что изменяется в нашем килим? Сегодня у нас есть килим получения, поэтому мы не получаем. что произойдёт вдруг, что мы сможем получать? Когда ты каждый раз сожалеешь о этих получающих килим, что ты не можешь с их помощью производить отдающие действия, и ты всё-таки возвращаешься к тому, где ты не добился успеха, как бы в предыдущий раз, и ты возвращаешься к этому и продолжаешь, и снова приходишь на урок, и снова приходишь к отчаянию, и продолжаешь всё больше и больше, то эти вещи называются грошиками, и от этих грошиков ты готов отказаться. То есть не добился вчера успеха, не страшно, я отказываюсь от этого, и ты приходишь сегодня. Так что происходит, когда ты приходишь сегодня, а вчерашнее ты уже не ценишь? Это называется, что это вошло в ради отдачи, в намерение ради отдачи, у тебя как бы нечего получать ради получения. Ты видел, что не добился успеха, не добился успеха, ладно, пропало, и ты начинаешь заново. Но это не пропало. Именно море Ситра-Ахра-Клипа Оно охраняет это, всё, что было у тебя ради получения. Но когда ты отчаялся в этом, не хотел, по различным причинам снова продолжаешь, как младенец, который продолжает, хотя у него и не получается, снова и снова. Так мы растём, и так мы получаем обратно. В этом всё понятие того, что было поглощено и извергнуто. и питом и рамсес. Суть этих городов. Человек строит из отчаяния вчерашнего и с надеждой на сегодня и завтра. Последний вопрос. Редактор субтитров Корректор КОНЕЦ